МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как продвинуть себя в социальных сетях и попрактиковаться перед камерой. Бренд как тренд на Первом городском. Максим Виторган и Александр Цыпкин. Эксклюзивное интервью специально для Первого городского телеканала. ДТП и нарушение правил дорожного движения. Чем водителям и очевидцам запомнились минувшие сутки? Самой обсуждаемой темой все еще является распространение коронавируса. В Польше зарегистрировали первую смерть от этого заболевания. В список стран с зараженными гражданами ежедневно дополняется, как и отмена массовых мероприятий. Однако в Китае, откуда и пришел этот вирус, эпидемия перешла в стадию мутации, по мнению ученых. Марина вернулась из Испании, но вынуждена ближайшие две недели провести на карантине. Мне позвонило руководство, попросило не приходить, в связи с тем, что сейчас эпидемия коронавируса, чтобы я оставалась дома на две недели. К слову, в Китае, откуда и пришел этот вирус, эпидемия пошла на спад. В настоящее время, за исключением Уханя, во всех городах провинции Хубей в течение уже одной недели не зарегистрировано новых случаев заражения. За пределами провинции было выявлено семь новых случаев, из которых шесть – возные. В связи с инфекцией были отменены учения НАТО в Европе чемпионат мира по фигурному катанию, лыжные гонки и футбольные матчи. Турция планирует перенести открытие туристического сезона на апрель. В Калининграде отменили концерт в честь воссоединения с Крымом. В ближайшие дни недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится. Мы пришли к оценке того, что коронавирус может быть охарактеризован как пандемия. В соседней Польше вводится положение эпидемиологической угрозы. В стране уже около 50 зараженных. Не работают школы и вузы. В польских гипермаркетах возникли очереди. Люди скупают продукты питания. Возник дефицит круп и макаронных изделий. Их сметают с полок в первую очередь. Вырос и спрос на крепкие спиртные напитки. Еще не наступил сезон для изготовления настойк. Но продажи увеличиваются. Люди приходят в магазин, звонят и спрашивают, есть ли у нас еще товар. Сегодня говорила с клиентом, который хотел купить 15 бутылок спирта. На погранпереходах с польской стороны работает только одна автомобильная полоса. Введен санитарный контроль. Очевидцы сообщают, что на границе приходится простаивать по 6-9 часов в ожидании проезда. Всем путешественникам мерится температура. Все это идет, конечно же, медленно. Поэтому в ближайшее время, я думаю, что нужно хорошо подумать, прежде чем, в общем-то, планировать поездку в Польшу. В США китайский вирус не достиг таких масштабов, как в Италии и Южной Корее. Но там тоже есть случаи заражения. А жители активно обсуждают эту тему. На протяжении 30 дней последующих у нас запрещены все авиасообщения с Европой. И в том числе к нам никто не сможет попасть из Европы. Также в нашем штате, к примеру, губернатор заявил, что университеты переводятся на режим онлайн обучения после перерыва недельного. Как раз у нас перерыв сейчас идет в университетах и их колледжах. С понедельника должна была начаться учеба, но студенты будут заниматься онлайн. В России на данный момент выявлено 28 случаев заболевания. Росавиация сократила вылеты в европейские страны. Симптомы обнаружены и у представителей власти, и у некоторых спортсменов. Популярный актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом. О самочувствии родителей в соцсетях рассказал их сын. Они не беспокоятся, но проходят все необходимые медицинские процедуры. Я не думаю, что тут есть о чем волноваться. В России коронавирус впервые выявили у ребенка. К счастью, у малыша отсутствуют симптомы заболевания, и он является только носителем. За состоянием ребенка сейчас наблюдают в детской больнице. А вот по-прежнему напряженной остается обстановка в Италии. Страна закрыта на карантин. Люди на улицах здороваются друг с другом, но уже не целуются обе щеки и не пожимают друг друга руки, как итальянцы в основном делают ежедневно. Это уже запрещено. Также запрещено находиться друг от друга ближе, чем на 1-2 метра. Для госпитализации больных коронавирусом в Калининграде выделили 180 коек. Меры по борьбе с возможной эпидемией какого-либо заболевания в регионе обсуждались еще при подготовке к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. При необходимости проработаны вопросы развертывания еще 200 коек и перепрофилирования 8 соматических стационаров. Так или иначе, многие убеждены, что вспышка инфекции по большей части искусственно нашумевшая тема. И боятся, а уж тем более паниковать не стоит, ведь в мире есть проблемы и поважнее. Центробанк Российской Федерации снова резко повысил курсы доллара и евро к рублю после снижения его стоимости на бирже. Напомним, курс рубля значительно снизился в начале недели после обвала цен на нефть на 30%. По мнению аналитиков, падение российской валюты происходит на фоне признания Всемирной организации здравоохранения вспышки коронавируса пандемии, вызвав новую волну опасений по поводу последствий распространения инфекции в глобальном масштабе. Существенное снижение курса рубля наблюдается с конца прошлой недели. Сначала драйвером послужили разногласия в ОПЕК. Участники не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. После новостей о резком снижении цен на нефть в некоторых западных странах объявили, что ситуация благоприятна для потребителей, поскольку цены на бензин опустятся. Ждали подобного заявления и у нас, но власти поспешили отменить, что серьезных изменений не ожидается. В России с 15 апреля автоматически начнут оформлять материнский капитал. После рождения ребенка данные поступят в пенсионный фонд из единого реестра ЗАГСа. Подавать заявление при этом не нужно. В случае, если все в порядке, сертификат оформит, информацию о нем направит владельцу. О других событиях расскажем короткой строкой. В Светлогорске и Пионерском 12 марта из-за надвигающегося урагана отменили занятия в школах. На времени погоды закроют фок Светлогорский, детскую школу искусств и ДЮЦ. В детских садах рекомендовано не выводить малышей на прогулку. В Пионерском отменили уроки во всех классах. Добавим, в Зеленоградском районе и некоторых школах Калининграда также отменили занятия. Власти хотят ограничить предоставление путевок детям на летний отдых. В случае, когда родители приобретают направление за бюджетные деньги. Пришкольный лагерь будет работать без ограничений. Отдых за счет собственных средств также будет доступен. Калининградская сборная привезла две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали с чемпионата России по адаптивной легкой атлетике. Заревнования среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата проводились в Чувашской республике. В них приняли участие около 300 представителей из разных регионов России. Власти Турции предложили перенести открытие турсезона из-за коронавируса. Отелям следует открытие сезон не в марте, а в апреле. Добавим, ВОЗ объявил эпидемию китайского вируса пандемией. Перейдем к не менее важным новостям. В Калининградской области продолжается агрессивная погода. Поры ветра будут достигать 30 метров в секунду на побережье до 35 метров в секунду. Предупреждение о шторме жители начали получать еще 11 марта. Однако, как уверяют синоптики, сильный ветер в области сохранится до пятницы. Специалисты уверяют, что подобного шторма в регионе не было почти 20 лет. Как сообщили очевидцы, из-за штормового предупреждения гуревских школьников отпустили с уроков пораньше, и девочка шла домой. Сильный ветер повалил на областные дороги 9 деревьев, однако их уже убрали с проезжей части. На автодороге Жилина, Большакова, Тимирязева с деревьев ветром сорвало много веток. Их также убрали. Дорожные службы работают круглосуточно и оперативно ликвидируют последствия шторма. Власти Янтарного также готовятся к надвигающемуся шторму и убирают с пляжа все оборудование. В частности, подальше на сушу придвинули павильоны спасательного поста. Для этого пришлось привлекать тяжелую технику. В школах по всей области отменяют занятия. Так, в Светлогорске, Зеленоградске, Пионерском, Янтарном, Балтийске и Калининграде у некоторых школьников вынуждены выходной. Кроме того, из-за урагана в Зеленоградске отменили празднование Дня Кота, которое должно было состояться 14 марта. Однако, метеорологи убеждены, что сильный ветер сохранится на территории области еще несколько дней. В пресс-службе Балтфлота предупредили о том, что высота волн достигает более 5 метров. Усилена дежурно-вахтовая служба. Произведена герметизация кораблей. Имущество закреплено по штурмовому. Аварийно-спасательные силы и буксирные суда приведены в повышенную готовность. Добавим, отследить направление шторма можно на интерактивной карте. Смотрите во второй части нашего выпуска. ДТП и нарушение правил дорожного движения. Чем водителям и очевидцам запомнились минувшие сутки. Максим Виторган и Александр Цыпкин. Эксклюзивное интервью специально для Первого городского телеканала. Какие же хорошие новости радуют горожан, несмотря на штормовое предупреждение. Эти и другие новости после короткой рекламы. В эфире служба новостей город и мы продолжаем. На улице 9 апреля Мерседес сбил школьницу, которая переходила дорогу по Зебре. В результате наезда девочка получила травмы. Ее госпитализировали в детскую областную больницу. Причины ДТП уточняются. О других происшествиях расскажем в нашей постоянной рубрике. В Гурьевске на школьницу упало дерево и придавило насмерть. Трагедия произошла на въезде в город недалеко от автозаправки Балтнефть. Придорожное дерево упало на школьницу, которая шла пешком. Очевидцы вызвали дорожных рабочих, которые помогли распилить и поднять дерево. Люди остановили проезжавшую мимо скорую помощь. Несмотря на то, что медики перевозили тяжело больную женщину, они остановились и осмотрели ребенка. Но девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. На камеры видеонаблюдения попал момент расстрела Вадима Янгаленко и Дарьи Ефимовой на улице Баранова. Трагедия произошла 15 февраля. Фазиль Бахрамов вечером подкоролил у машины семью Вадима Янгаленко. Он застрелил мужчину и его жену и ранил 13-летнего сына. После этого Бахрамов покончил с собой. В Калининграде пьяная женщина за рулем автомобиля устроила аварию, выехав на полосу встречного движения и столкнувшись с другой машиной. Транспортные средства получили технические повреждения. За медицинской помощью никто не обращался. В Калининграде автомобиль марки «Форд» сбил на тротуаре пешехода и врезался в припаркованный «Мерседес». Авария произошла на улице Гостиной. В результате ДТП пешеход получил ранение. Очередное ДТП произошло на одной из улиц города. Легковой автомобиль въехал в пассажирский автобус. По словам очевидцев, водитель авто хотел проскочить, но не успел. В результате ДТП никто не пострадал. И к другим новостям. В России максимальная процентная ставка по рублевым вкладам опустилась до 5%. Эксперты заявили, что это исторический минимум. Показатель снижался весь декабрь прошлого года, а также январь и февраль текущего года. О других новостях в сфере финансов и бизнеса расскажем далее. В Калининграде противоклещевую обработку начнут в четверг 12 марта. Это почти на месяц раньше обычного. Первый этап планируется закончить к 19 марта. Работу проведет Клинэксперт, победитель торгов почти на 3 миллиона рублей. Компания обработает от клещей территорию почти в 500 гектаров. От крыс 225 гектаров. В Калининградской области предложили всем семьям с детьми-инвалидами получать дополнительные выплаты. Для этого необходимо отменить критерии нуждаемости. Дополнительные затраты для регионального бюджета составят порядка 40 миллионов рублей на 2020 год. Власти снова запланировали ремонт площади Победы, на который из бюджета готовы потратить около 3 миллионов рублей. Значительная часть средств пойдет на перекладку гранитной плитки и брусчатки. Конкурс по выбору подрядчика намечен на 23 марта. 1 сентября 2020 года классные руководители в школах станут получать дополнительную федеральную выплату. Всего на эти цели региону выделят 124 миллиона рублей. Таким учителям будут оплачивать по 5000 рублей. В Калининградской области планируют в этом году потратить 100 миллионов рублей на внедрение интеллектуальной транспортной сети. Планируется покупка видеокамер с высоким разрешением, а также программного обеспечения с элементами искусственного интеллекта. Партнер рубрики «Бизнес новости ООО «Венера». Калининградская областная дума поддержала поправки к конституции, принятые Госдумой и Советом Федерации, которые включают положение об обнулении президентских сроков для действующего президента. Это даст ему возможность дальше избираться на пост руководителя страны и оставаться во главе государства до 2036 года. Лидеры коммунистов и патриотов России выступили против голосования за поправки к конституции. Мы пригласили в студию депутата областной думы Михаила Чесалина. 12 марта областная дума большинством голосов поддержала изменения в Конституцию России. Закон, который 11 марта одобрил Совет Федерации, вводит ограничения для высших должностных лиц, наделяет президента дополнительными полномочиями. Президент после вступления изменений в силу может баллотироваться на пост главы государства вновь. Так как это обнуление сроков дает фактически возможность действующему президенту Владимиру Путину править пожизненно и одновременно сочетается с усилением его полномочий как президента, а именно право назначать и увольнять через согласование с Советом Федерации судей Конституционного Верховного Суда, лично назначать всех прокуроров до уровня субъекта Федерации и снимать их. И плюс к тому еще возглавлять правительство Российской Федерации. Фактически он из президента, который стоит над тремя ветвями власти, становится прямым руководителем исполнительной власти. Политик предполагает, что все шло именно к этому. И на вопрос о голосовании он ответил. Для начала научиться ощущать себя гражданами и ходить на выборы. На сегодняшний день, по моим подсчетам, реально на выборы ходит около 20% населения. Из них, безусловно, 7% реально поддерживает Единую Россию. Но когда их всего пришло 20%, то 7% превращается в 40%. На вопрос о пакете поправок Михаил Юрьевич ответил, что проголосовать 22 апреля граждане смогут только целиком за полный пакет. Позиционно за каждую поправку в отдельности голосовать будет нельзя. К слову, всего наша областная дума состоит из 40 человек, из которых 30 депутатов принадлежат фракции Единая Россия. Так называемое квалифицированное большинство. 12 марта от областной думы не вносились предложения по внесению поправок в действующую конституцию. Далее об искусстве. Любые рассказы, жанры, места и чтецы. Никаких принципов. В Калининграде 11 марта на сцене Калининградского драматического театра прошли беспринципные чтения, где главными участниками были актер театра и кино Максим Биторган, а также писатель и автор проекта Александр Цыпкин. С ними пообщалась наш корреспондент Елена Исинская. Смерть тяжело вздохнула, склонив голову. Если бы черепа могли что-то выражать, то ее череп сейчас будет вопин о вековой усталости и скуке. Я буду читать сегодня один рассказ местного автора, авторши, мы же должны говорить феминитивами, местной авторши. Один рассказ я буду читать Александра Маленкова, это современник Александра Цыпкина, но, конечно, уже такой писатель другого масштаба. Без сомнений, тандем Александра и Максима лучший, ведь так друг о друге могут говорить близкие друзья не только по сцене, но и в жизни. Я написал несколько рассказов и потом попросил, чтобы сначала прочитал Данила Козловский, Константин Ильич Хабинский, Инги Борга, чтобы у нас все это был путь к Максиму. Это уже второй фестиваль беспринципных чтений в Калининграде. И, как утверждает публика, все прошло на ура. Елена Исинская, Екатерина Калиниченко, Служба новостей Город. Что же сейчас больше всего интересует современные поколения? Какую работу они предпочитают, офисную или активную? Развивать личный бренд или пользоваться им как трендом желают многие, но не каждый сможет это сделать самостоятельно, причем максимально эффективно и быстро. 14 и 15 марта Первый городской телеканал и популярные спикеры предоставят вам такую возможность. Успех приходит к тем, кто над собой усердно и правильно работает. Хочешь стать известным, успешным и востребованным в любой сфере, но не знаешь, как правильно начать себя продвигать, тогда не упусти возможность и проведи ближайшие выходные продуктивно с Первым городским телеканалом. Я буду выступать с темой «Я есть личный бренд», «Я есть бренд». На рынке сейчас предлагают очень много услуг по продвижению бренда, по оформлению визуала бренда, но очень мало кто рассказывает, что есть личный бренд, что это ценности человека, люди идут на людей. И когда мы создаем свой личный бренд, нам нужно обязательно раскрыть, кто я, какую пользу я несу людям, в чем я профессионал. Два дня активной работы с популярными спикерами для того, чтобы стать лучшим из лучших и вывести свою деятельность на новый уровень. Стать лидером мнений, продвинуть личный бренд, развить свой бизнес и укрепить позиции в современном мире, используя социальные сети в качестве главного инструмента продвижения. На самом деле Первый городской впервые проводит такой интенсив. Обычно мы организовываем школу телеведущих или журналистов, где в течение месяца, иногда и больше, учим наших учеников о зампрофессии. Но в этот раз всего лишь за два выходных, субботу и воскресенье, мы постараемся максимально дать интересной теории. И более того, второй день мы весь проведем в нашей прекрасной студии в центре города, где попрактикуемся и уже попробуем отработать то, что получим в субботу на теоретическом курсе. Научиться правильно и грамотно излагать свои мысли, убеждать собеседников правильности своих решений и идей, что может быть интереснее успешной работы в прогрессивной команде. Научить красиво говорить. Для человека есть какое-то мнение, как я хочу красиво говорить. И я хотел бы объяснить, как это делается. Есть три каких-то этапа, которые расскажу на интенсиве. Курс интенсив «Бренд как тренд» состоится в ближайшие выходные. В день 14 и 15 марта у вас будет возможность не только послушать опытных спикеров, закрепить теоретические знания и задать интересующие вопросы, но и поучаствовать в мозговом штурме и попробовать свои силы на практике в студии Первого городского телеканала. Запись обязательно, все подробности по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Какими позитивными новостями с нами поделились горожане и гости города, несмотря на тревожные новости о коронавирусе. Узнаем в нашей постоянной любимой рубрике «Ваши хорошие новости». Сходила к врачу, жду результатов, верю, что все будет хорошо. Ну, мои коллеги, внук родился, я ее поздравляю с этим, второй Александр. Очень-очень-очень красивый город. Правда, ветер сегодня подвел, очень холодно, а так, в принципе, очень красиво. Вот, ходим, гуляем, изучаем. Откуда? Из Визании. Ты в библиотеках, и в доклад, немецкий докладчик читает, и в заре какое-то культурное мероприятие. И все бесплатно, товарищи. Ходи, не хочу, развлекайся и узнавай. Прекрасная жизнь на пенсии. Как чувствует себя иностранная валюта после резкого скачка, узнаем в актуальном курсе «Валют на завтра». Курсы валют на 13 марта. Доллар США – 74 рубля 2 копейки. Евро – 83 рубля 65 копеек. Польский злот – 19 рублей 24 копейки. Сотрудники МЧС предупреждают об усилении и порывах ветра. Какая погода ожидает калининградцев завтра, узнаем в ежедневном прогнозе погоды. Спонсор прогноза погоды – Медицинский центр «Прогноз». Даем прогноз на хорошее самочувствие. Прогноз погоды на 13 марта. Прогноз погоды на 13 марта.